так вот собственно значит сидели мы позавчера с коллегами по искусству дегустировали значит комплект соков ну все как положено закусочка разговаривали ну про то как люди выбирают машину вообще что можно купить сколько стоит ну скажем так купить ты можно как и по-прежнему все что угодно сколько стоит сами понимаете да сроки увеличились а вот как люди машины выбирают нас спора в общем то не стал потому что там были настоящие журналисты блогеры которые делают тест-драйв я так потрендить не сшибка любителя в основном поснимать вот но им пришли так сказать всеобщему мнению что машины покупать люди по в целом по одежке собственно говоря так и есть вот я например не люблю но не то что не люблю я как бы не обращаю внимание на легковушки совершенно хотя переснимал их миллион сто тысяч вы их просто не видите на моем канале потому что скажем так немая тема да это все вот туда уходит куда-то но при этом я всегда обращаю внимание на мини вот люблю миники прям вот ну просто вот прямо на визуальном тактильном на любом уровне вот когда есть возможность бывал за границей есть возможность взять миник на прокат брал именно его чтобы вот именно так вот погонять потому что ну зажигалка такая настоящая азартная классная машина вот и я при когда вижу что вот например сидит девочка там не важно молодая или крашеная красивая или всякая за рулем миника прям вот тут вот смартфончик со стразиками обязательно такой маникюрчик красивый собачка тут до коленочках вот это дрыгалки которые всегда от руки вот так вот самопроизвольно начинают крутиться когда я вижу я тоже собачек люблю я вот вижу что она вот тупо едет в левом ряду там километров 40 50 60 ведь главное во всем этом ее образ как она выглядит да мне при этом очень жалко машину потому что вот ее весь потенциал но просто по моему никогда не раскроется это то же самое что и запустить сапсан в качестве электрички да так что тут вторично все кроме кроме первичного образа когда выглядит со стороны да нет я как бы это просто так рассуждаю и не осуждаю некоторые покупают машины по чисто прагматично вот проехать от точки а до точки б и бы им все равно вообще какой производитель она чтобы она так сказать своим критериям отвечала но конечно большая часть покупателей она понимает зачем и какая нужна машина для охоты для рыбалки там для путешествий просто для города но если речь идет о внедорожнике мы конечно все понимаем что в городе то он по большому счету на хрен не сдался занимает много места живет но есть счет покупать машину за много много миллионов конечно про то что у него большой расход топлива и расходы на содержание вообще проект вопрос даже не думает естественно глупо про это думать но в принципе так вот если подходить чисто прагматично как подходят европейцы вы же не найдете в европейских городах такое количество больших внедорожник вообще внедорожников как у нас они все покупают малюсенькие малюсенькие машинки удобно парковаться дешевле стоит дешевле эксплуатации вообще все дешевле а вот такое ощущение что вот все они большущие машины и всякие средние и они все здесь в россии ну да ладно короче человек который ездит на внедорожнике он я не знаю только на на жизненная большая нужда заставить пересесть на пуза терку потому что ну есть преимущество сижу высоко гляжу далеко на ямке особо внимание обращаю место просто дофига внутри хочешь живи хочешь спи хочешь хочешь делать вот я кстати сам так у меня правда машин не сам большая pajero sport но все равно есть в этом преимущество вот я кстати сижу сейчас в дат шрам тэр икс ну просто офигительно машина это то что на меня произвело впечатление муж не знаю на последние года три-четыре но остальные да ну машина машина это прям вот я не знаю внешне такой поджарой такой крепыш внутри и много места и прям вот все на так так вот даже на тактильном уровне все хочется потрогать пощупать повертеть понажимать по все сделано офигительно просто все сделано но я понимаю что мне такая бы машина не нужно даже на если бы я мог себе позволить во-первых ну нафига 700 лошадиных сил и пикап я ничего против пикапов не имею но пикап ну такая специфическая машина если там нечего возить то вот если трэкс был универсал вот тут бы я бы наверное бы помечтал бы да хрен с ним даже с 700 лошадиными силами вот универсал бы он бы был бы офигительный но вот есть кстати для тех кому не надо 700 лошадей есть 300 лошадей дат шрам склероз склероз это не модель это состояние души дат шрам рэбл вот да дат шрам рэбл там 300 лошадей внешне он не то чтобы похож а так скажем то что они братья это просматривается он чуть-чуть поменьше он не такой вызывающий а внутри то практически вообще один в один ну за исключением там некоторых кнопочек вот вообще вот просто один вот трэкс бы хотел а вот не трэкс бы не хотел вот рыбал бы не хотел понимаете какими-то морфозы но в общем у нас еще обзор тойота 300 заряженный у нас еще обзор таха у нас все обзоры лексуса нового но не все здесь он стоит вот кстати вот лексус новый я что-то говорил да вот если меня машин не только это внешне то мне вообще все равно что внутри ну коль я это снимаю я должен это снимать ну простите владельцы он уродлив в моем понимании настолько что вот хотя внутри в нем вот все очень прям шикарно роскошно тоже супер так все сделано прям вот качественно нажал на кнопочку сиденья сложились отъехали не нажал на кнопочку они не сложились не отъехали вот как сделано классно по-современному все дисплей чеки все мультяшечки тут понятно но я такое не люблю аж из рабочих и крестьян ничего попроще но пусть подороже но попроще но вот что такое страшное зачем рассказывал пошли посмотрим а это лексус здесь еще даже муха не сидела то вернее так сидела муха и я вот но это никакой не тест-драйв мы не будем рвать машину с места там как какой у нее прием какая трансмиссия там хода подвески просто так скажем знакомство где что находится насколько удобно по тыркам на кнопочки скажу честно я сам впервые сижу в обновленном лексусе но сразу первое что бросил за глаза вернее не глаза в то что ощутил это мне неудобный руль у меня длинные пальцы даже несмотря то что здесь вот есть хват такой как-то ну что-то мне кажется маленький тоненький к тому же он скользкий но вот вряд ли это дерево скорее всего пластик под дерево но вот что-то как тот руль меня уже не впечатлил посмотрим что будет дальше не буду ползать по этим дисплеем многофункциональным как и везде все начинается с красивых мультиков разницы вообще никакой да только в графике значит lexus lx 500 имеет b-образную шестерку 33 turbo дизель причем интересно когда сидишь в салоне и заводишь машину такой раздается характерный звук дизельное стрекотание но такое ощущение что ты заводишь defender вот разве что нету вот это вот вибрации да по на время завода двигателя так вообще по звуку но это очень такие субъективные ощущения конечно значит шторки здесь у нас открывается вручную это конечно дешманские это как бы нехорошо дешево могли бы здесь привод сделать бардачок бардачок есть вот этот бардачок выглядит массивно но на самом деле это вот весь вот тоннель закрыт здесь всего-то два подстаканника здесь зарядка для смартфонов кнопочки а непосредственно сам охламовничек он вот здесь вот и он довольно таки маленький сюда можно ну наверно бутылок 6 по 0 3 собственно говоря и все да ну открывается он с двух сторон еще сзади тут где-то какая-то кнопочка а вот тут еще кнопочка есть будет кнопочка вот кнопочка для сидящих за эти пассажиров которые точно также будут открывать что-то такое нажала там зашуршало сзади ну сразу что бросается глаза конечно телеке их два ну разумеется ваши пассажиры хотя пассажир это может быть три но сидеть комфортно вдвоем так спинки очень вертикально надо откинуться назад вот так вот комфортно пусть и место как бы дофига как бы принципе нам хорошо здесь у нас подлокотник он же видимо подстаканник вот году умеют же придумать такую мелочь как подстаканник подлокотники который убирается вот представляете сидит пассажиры за водительским креслом данного тесто ему сидеть вот так прямо на ходу вот так вот дотягиваться до этой кнопочки вот до этого нажимает ее и водительское кресло вместе с водителем уезжает нафиг он туда прям совсем как все про ой блин она отъезжает она отъехала а если я сейчас уйду то она сама автоматически складывается он видео опс не до сложилось ничего хотите лексус живу с плечами ну естественно климат-контроль здесь свой для каждого пассажира который дублируется на там на основной панели приборов впереди портачок отсюда можно открыть кожа рыжая от вас ту кожа жираф а нет жираф пятнистый рыжий ну ладно просто рыжая допустим так вообще хочу сказать что играть с сиденьями довольно прикольная штука тынс 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 ты и так и так и вот и сяк кстати вот еще отсюда с багажника можно убрать сиденье 2 ряда смотрите а потом уже сиденье третьего ряда но как видите не получается сделать ровный пол из-за высоты сидений второго ряда это конечно с одной стороны минус если вы к примеру решили заночевать в машине с другой стороны ну человек который имеет такую машину дорогущую по статусу как-то надо не понтово спать в машине за правильно поэтому наверное это даже не минус это в принципе вот так вот как есть так и есть одним словом дорого богат одну про красоту машины говорить не буду как говорится для кого и кобыла не место кому что нравится а вот сейчас давайте посмотрим на тайт land cruiser 300 в комплектации gersport что lexus что toyota это дети от одной мамаши это понятно вот конкретно у этих машин абсолютно одинаковые моторы коробка трансмиссия некоторые элементы интерьера чисто по стилю я имею ввиду но при этом машинки конечно очень разные здесь мы выбираем режим работы трансмиссии дождя в широкий режим зайду вот этой ручечкой я кручу вот там видите в центре бегают эко комфорт нормальненько так спорт спорт плюс еще быстрее чем спорт видимо кастом можно подогревать себя вот так вот пальчиками у тебя неудобно кстати между прочим вот пытаюсь это нужно тыркать если ты сдвигаешь она ведь как сразу все сдвигается в вот с этой стороны можно роль он он скользкий обшит какой-то ну естественно химии это не кожа понятное дело но он он во первых тоненький но можно такую оплёточку знаете же покупают такую на рынках вот так как красная зеленая фиолетово как разноцветная такая из 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 чего их там плетут с проводом да очень-очень красиво я считаю и ну а значит что здесь оба на отверстие для сиди нифигасе чуть мы обратно катимся что-то деградируем ну ладно фиг с ним значит для сиди диска можете здесь еще для кассета есть это делается таким образом нужно нажать у нас открывается что доступ к зарядке юсб и тайп си и еще раз и . 12 вольт здесь зарядник здесь зарядник телефонов так выбор будет в трансмиссии полный привод понижайка бардачок вот люблю такие открываются двусторонним открытием что так можно открыть можно открыть так а кстати можно сзади кнопку для задних пассажиров так что у нас тут есть что у нас тут есть кстати он довольно таки маленький здесь есть две книжки божечки что мой лси 300 руководство владельца на русском языке запечатано и книжка она не очень русском языке ну бардачок маленький сюда влезть на 6 бутылочек по 0 3 хотя конечно тоннель это огромный два подстаканника закрыли кресло удобные так теперь вверх судя потому что здесь ручка делать это нужно вот так вот ручечкой а что у нас тут еще есть open нам завести закрою вполне возможно что шторка откроется когда мы будем открывать люк так и есть пошел люк то и все понятно что тойота менее роскошная ну так у нее цена намного меньше на наиболее спортивная за то о чем собственно говорит внешний вид он такой ну мне кажется более брутальный более агрессивный и наверное все таки более эстетичный салоне всего два ряда сидений ну естественно передний ряд имеют все электрорегулировки имеет конечно все электро регулировки на заднем ряду никаких кнопок нет сиденья откидывается с помощью рукоприкладства нажал на рычажок а кресло уехало нету наверно так вот удобно конечно едешь куда-нибудь далеко особо делать нечего сидишь себе тут играешь во что-нибудь например в браузер такая toyota доступна с двумя двигателями на выбор бензиновый v-образные три с половиной литра с двойным турбонадовом 415 лошадей и новым турбодизельным мотором объемом 33 литра мощностью 299 вот как раз такой как стоит на лексусе оба двигатель работают в паре с 10-ступенчатой гидромеханической коробочкой то но и то но и китайская что ли нет если в английский тахо я а так это тахо точно помню я был на этом озере в америке не точно такие же буковки да 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 это это уже пятое поколение тахо и машина претерпела большие изменения как внешне так и внутренне в принципе вообще можно сказать другой автомобиль машина по-прежнему равна но уже не мостовая с полностью независимой пневмоподвеской как видите дорожный просвет становится выше он регулируемый но нижний рычаг уж как-то больно низко расположен если учесть что он такой машине большой оффроуд не суются то вроде как бы и нормально а вот для бездорожья и специальная версия z71 было бы вот интересно на нее посмотреть на фотке она выглядит чуть выше на выбор три двигателя 3 литровый дизель 277 лошадей 5 и 3 бензиновый 343 лошади 6 и 2 литра 420 лошадей рекламный буклетик гласит я тут не читал что тахо с двигателем 5 и 3 вот как на этой машине имеет феноменальный расход топлива в городе 17 литров смешанный цикл 12 а на трассе 9 если это так то это действительно круто потому что машина большая при такой-то массе в 2 600 в городе 12 литров 95 это по-моему очень даже очень неплохо чего-то вот пока я еще ничего не включил но мне кажется побогаче будет чем вот такой от к так и вспомните на тойоте мы включали здесь кнопочку тут по-американски вот в своем родном стандартном месте завелась утяжки а очень контрастный дисплей хорошо ничего не отсвечивает но первое лично что мне бросилось глаза нету селектор шайба переключения передач а есть вот такие вот кнопочки паркинг нейтралка а причем смотрите паркинг и нейтраль надо нажимать а задний ход и драйв видимо так то есть нужно на себя вести вот это для меня непривычно так ну планшет играть не будем все понятно все то же самое что в вашем планшете только сюда еще наверняка выведены разные функции автомобиля здесь тоже ниша для чего-нибудь для ключиков для маленьких у потолок отодвигается автоматически только дырка большая вам хочу сказать а закрывается а дальше открывается 27 28 раз тела тепленькая пошла холодненькая пошла пусть и печечка вентилятор фигачит конечно ого-гошечки выключим так ну ладно тут вообще можно заглушить все ясно прикольно вот это бардачок я понимаю здесь место освободилось так как нет рычага переключения селектора переключения режимов работы автомата он здесь то здесь место освободилось тут у нас зарядники стаканники и здесь видимо просто а еще два подстаканника ну правильно бухать так бухать и бардачок сушки они шибко большой кстати а это марат вообще холодильник вот точно можно включить это холодильник да еще и с подсветкой вот бесит же имеют делать а ну да кожа ну не кожа а это кожа простроченная 0 так сказать он еще такой бортик такой сделан сушки хорошо красиво прям приятно даже идем назад опять мы не послушайте вместо здесь вообще задних ногах то есть я там сидел мне было очень удобно ноги были ну совершенно так нормально на педалях а здесь их вообще вот вытянул значит можно телеки включать не будем только вот пожалуй наверно надо отодвинуть шторки будет светлее о как хорошо даже вот так вот можно практически лечь развалочку то есть на дальняк ехать удобно сидишь все телек зыришь все простенько тоже свой климат-контроль аля такая магнитолка старинно еще сразу сюда чистоту радиочастоту есть значит 2 usb 2 type-c все все а сзади сзади у нас а у нас там сзади еще есть где посидеть сейчас мы это все проверим посмотрим ван сложилась робана причем сам сложился заподлицо а до туда мне не дотянуться пойду туда ручной все делается до вручную все делается выковыриваем вот такое небольшое усилие можно приложить и вот мы стали семи местными как туда заходить видимо надо торча жить дальше и вот мы в машине сейчас я закрою дверь сейчас я себя закрою мне будет не вылезти да и сзади то в общем то ничего сидеть до потолка еще у меня сантиметров наверное сантиметров вот столичка и еще остается место в багажнике в гран-чироке там да вы помните нажимаешь на кнопочку на на телевизоре и подголовнички убираются здесь нужно вот так вот сделать нажимать здесь на кнопочку и они убираются ну правильно меньше кнопочек значит меньше что сломается как надо надо валить как-то надо выйти в теперь по-человечески а по-человечески только так папа это я дотянулся это я дотянулся дальше он скажу мне что-то кажется где-то что-то не да не допонял потому что каждый раз того ну хоть эти сиденья в общем-то не тяжело на самом деле но а вот кнопки есть так что это означает а это только кнопки если ты сидишь сзади так тебя тут закрыли допустим тебя тут закрыли ты жмешь на кнопку она убирается еще разочек жмем божественно надо думать что такое есть значит и сзади скорее всего в багажнике в котором сейчас залезем посмотрим лексус на улице питера попадается довольно часто чуть реже toyota 300 вот именно в этой комплектации и совсем редко chevrolet taho rst вот несмотря на то что машины дебютировал уже больше года назад если выбирать конкретно из этой троицы руководствуясь чисто эмоциональными какими-то критериями ну типа ух ты какая ты не страшная или брутальная то это конечно toyota и taho это я говорю про свой вкус если говорить о конструктиве то так конечно вообще новый перелопаченный полностью автомобиль не имеющий ничего общего с предыдущим поколением как я уже говорил то конечно тогда так а вообще мне нравится дастер вот так ну если вот вкратце и быстро то он как-то вот так вот дать никакой не тест-драйв а действительно первое знакомство посмотреть потыркать понажимать посмотреть там как удобно неудобно красиво некрасиво не каждый же сидел там в новой тах или лексусе я сам кстати в лексусе в таком первый раз сижу вот но вообще это я начал снимать в конце августа еще в последних числах лет и сейчас у нас 21 ноября уже практически зима вот сейчас минус 6 5 лет тут свежок иногда даже выпадал за это время успел бывать на трех гонках на подснять две выставки закончить фильм значит что вы увидите ближайшее время ну не то чтобы конечно ближайшие потому что есть несколько таких очень долгоиграющих небыстрых проектов которые в разной стадии ну назовем это так ну завершение да значит это короткий гелик каратыш такая интересная машинка получается это ford 650 грузовик это даже не тюнинг а ну такое полное восстановление апгрейд тоже будет интересная машина это гелик 6 на 6 наверно уже таким геликом никого не удивишь я уж не знаю в питере это первая такая машина построена или не первая и это такой ход рот на базе по моему ford года на 30 точно не буду утверждать вот там работа только в салоне но машинка очень интересная то есть в каком виде она пришла вся отреставрирована но салон как бы совершенно не вяжется с ее обликом и вот сейчас там занимаются переделкой салона в экс-роуде сейчас делается две машины строятся но там многострадальный проект лапланди которому жена на душно на года четыре машину собирали разбирали опять собирали опять переразбирали почему она уже ездила даже час опять что-то там варится я честно скажу не знаю там какие причины но в принципе съемку делаем рано или поздно она выйдет так сказать из-за стенков x-роуда также делается уазик немножечко необычный ну как немножечко уазик и уазик да но он чуть-чуть с измененными формами и от уазика там видимо больше ничего и нет ну да мы взяли уазик обыкновенный и грубо говоря на него накидали те варианты которые мы можем изготовить можем сделать вот собственно байпер мы делаем эксклюзивный расширение кузова изменим капот это только касается то что внешности автомобиля делаем выхлоп сбоку защиты пороков баков изменяем крышу в крышу встраиваем дополнительный свет так чтобы это все ничего не выделялось но он был дополнительный свет крыша жестко крыша будет и жесткая и мягкая вариант жесткой крыши переработано окна здесь вот ну в принципе такой перчик когда вот прийти принты примут взял вот тупо и нарисовал да вот я смотрю на тебя ты больше похож на байкера на боксер чем на художник откуда там откуда такое владение кистью я бы так сказал с детства люблю машину люблю рисовать люблю придумывать вообще это одно из самых моих любимых хобби занятий в принципе что-то собрать такой чтобы она потом еще и ездила ну и наконец поставлена точка в большом полугодовом проекте премьера которого состоялась в начале октября так сказать собрались это был закрытый показ были люди искусства действительно искусство в прямом смысле слова из там с маринки с михайловского театра с других творческих площадок это был была презентация нашего первого документального фильма дебютного может быть документальный фильм от слишком громко сказано про одну очень интересную семью это про жизнь про жизненный выбор про сильных людей так что к машинкам от никакого отношения не имеет возможно вы видели что этот фильм уже давно загружен у меня на канале но ссылка закрыта сейчас закончили делать англоязычную и итальянскую версию и вполне возможно что на этой неделе открою для свободного доступа ну мы там решим наш творческий малюсенький коллективчик состоящий из трех человек примет решение на она откроет так что это вот то что вы видите ближайшее время ну а через неделю ну не через неделю от 30 30 30 числа я уезжаю в ульяновск где состоится финал чемпионат россии по ралли рейдом я надеюсь это будет действительно очень мощный интересный финал потому что еще далеко не все решили все свои вопросы в этом сезоне все приятных вам просмотров а Субтитры создавал DimaTorzok